История постановок учебного театра может оформиться в отдельное портфолио, никогда не опубликованное и не собранное, потому что здесь собираются авторы, которых никогда не встретишь ни на одной стационарной сцене Казани. Учебный спектакль имеет особый притягательность, пока есть молодые силы, не испорченные театральной рутиной и дрязгами играть что хочешь и говорить что хочешь. На то и существует молодость. Об этом мы говорили неоднократно. Существует спектакль, правда, недолго. После окончания творческих курсов начинающий артист разлетается по стране. Сегодня на открывшемся первом фестивале лаборатории про театр говорили о нетривиальном прочтении произведений и показывали спектакль по произведениям Гаяза из Хакки, тонк рисующего разные социальные типы. Это есть как раз такой переломный момент, когда ориентир татарской литературы от востока переходит к русской литературе. Интерес возрастает к русской литературе и в этом произведении зритель увидит и Раскольникова, и героев Толстого. Учебный театр на Просоюзной сегодня не смог вместить всех желающих. О формах и методах театрального образования будут говорить в течение четырех дней. Это сделают казанские мастера, а также приглашенный мэтр своего дела из ГИТИС и ВГИКа. Мне очень хочется понять, что происходит здесь с точки зрения творческой. И мне очень хочется понять, куда нам двигаться дальше. Именно поэтому мы, собственно, и пригласили тот экспертный совет, который мы представили на открытии фестиваля. Это люди, которые понимают, что такое театр, которые разбираются в тех процессах развития театрального искусства, которое происходит не только в Татарстане, не только в России, но и в мире. В течение фестиваля пройдут спектакли разных лексических оборотов мировоззрения. От трагической истории женщины в спектакле по сочинениям Гаяза из хоккея Нищенко до пластических этюдов в стиле Шекспира и Лермонтова. Просто это процесс, и пока спектакль полностью не обработан, просто нравится, когда спектакль с каждым разом все лучше и лучше, потому что ребята работают, и этот процесс нравится. Дмитрий Пиаваров, Максим Зуйков, Телеканал ФР.